Дом Пашкова 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 так совпало. Действительно, этот проект разрабатывается уже много лет. Конкурс на застройку этого места проводился еще в 97-м году, и уже тогда победителем конкурса стал проект в стиле классицизма. Ну, потом, как вы понимаете, после 97-го года настал 98-й год, настали всякие проблемы в государстве, когда стал не до классицизма и не до депозитариев. А в 2006-м, 2007-2008 годах начался интенсивный процесс работы над этим проектом, и архитекторами было разработано несколько вариантов, в том числе такой классистический вариант и модернистский вариант, скромная архитектура, которая старается слиться с рельефом, не привлекает к себе внимания, архитектура, которая сознает, что она находится в присутствии с одной стороны дома Пашкова, а с другой стороны в присутствии Кремля. А дальше произошло то, что обычно происходит, когда существует несколько вариантов проектов крупного общественного здания. Варианты были вынесены на заседание Общественного градостроительного совета при мэре. Я присутствовала на заседании таких советов. Происходит это так. Выступают специалисты, перед ними несколько вариантов. Предположим, три варианта. Вот рассказываю, что видела своими глазами. Специалисты обсуждают три варианта, и большинство из них склоняется к третьему. Они приводят свои аргументы, в общем, они специалисты, известные люди. Выступило пятеро, из них, скажем, четверо высказали за третий вариант. Берет слово Юрий Михайлович и говорит, ну так, значит, будем делать по второму. Объединяем творческие группы, которые работают над этими вариантами, в протокол заседания общественного городсовета вносим, выбран второй вариант. И дальше это решение, которое принял лично мэр, уже функционирует в качестве решения общественного совета. В данном случае произошло вот это самое. Мало того, что был выбран классицистический вариант, очень активный с архитектурной точки зрения, который, хочешь не хочешь, а вступает в диалог, чтобы не сказать, в спор с архитектурой Дома Пашкова. Это вот этот вариант Михаила Пасохина? Да, Пасохина-Колосницын, я бы сказала, потому что реально автор этого проекта Владимир Колосницын. А Пасохина, насколько нам сказали, это, собственно, сын бывшего главного архитекта. Да, и руководитель института Моспроекта-2, где трудится Владимир Колосницын. Владимир Колосницын – автор известных всем москвичам своими неоднозначными эстетическими свойствами. Здание – это нового энторга и нового фасада гостиницы «Москва», обращенного к гостинице «Метрополь». То есть специалист по классическому новоделу, выдающему себя за старые построения. Да, я бы сказала, что специалист по лужковской помпезности. Так вот, надо сказать, что в варианте Колосницына не было купола. Но тут уже Юрий Михайлович вмешался и сам собственной волей распорядился, что купол должен... Нарисовал. Это напоминает императора Николая Первого, у которого пальчик попал на железную дорогу. Дал устные указания. Состоялось обсуждение вопроса, нужен ли купол, и по результатам обсуждения мэр принял решение, что нужен. Вот сегодня утром, когда активисты и ряд общественных организаций встретились с заместителем директора музеев Московского Кремля и попросили показать им документы, им была показана графика, где купол присутствует. Я рада слышать, что в рабочей документе... То есть Дома Пашкова не будет видно с Каменного моста, скажем, и Кремль не будет просматриваться от Дома Пашкова? Нет, я не думаю, что все так трагично, но, безусловно, сейчас пустая лужайка обеспечивает наилучшие возможности для обозрения как Дома Пашкова, так и Кремля. Проблема состоит еще не только в том, что есть сомнения в том, что будут перекрыты виды, и проблема не только в том, что архитектурно это сооружение слишком много на себя берет, но главная проблема состоит в том, что все эти события разворачиваются на территории буферной зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Ведь Кремль – это объект всемирного наследия. У каждого объекта всемирного наследия бывают буферные зоны. Это такие территории, на которых ЮНЕСКО очень строго контролирует, что же происходит с застройкой, для того, чтобы, во-первых, не было нанесено физический ущерб. Вы что говорите? Ну, вспомните Петербург. Зачем далеко ходить? Давайте вспомним средние торговые ряды в Москве. Вы помните, несколько лет назад, в 2007, если не ошибаюсь, в году была история. Тогда администрация президента решила провести реконструкцию средних торговых рядов. Были снесены надворные корпуса и предполагалось, что там появятся новые здания, которые будут на два этажа выше, чем снесенные корпуса. И в панораме Красной площади появятся два прекрасных стеклянных этажа. Все это происходило на территории буферной зоны объекта под названием Кремль – Красная площадь. Чем это закончилось? Закончилось это тем, что никаких стеклянных корпусов там не появилось. И проект тоже куда-то рассосался. И сейчас средние торговые ряды переданы ФСО. Я очень надеюсь, что ФСО, как военизированная организация, не будет увлекаться коммерческими реконструкциями и уже не будет ничего. Открой там подземный гараж. Это очень важно в последнее время в Москве. Насколько этот проект и его реализация увязаны лично с Юрием Михайловичем Лужковым? Есть ли шанс, что если вдруг через неделю через неделю Лужков выйдет из отпуска и вдруг он выйдет из него уже не мэром, а пенсионером, изменится ли как стать этот проект и изменится ли решение по застройке? Видите ли, я думаю, что изменить этот проект можно, даже вне зависимости от того, является Юрий Михайлович мэром или не является. Скажем, Юрий Михайлович в свое время поддерживал и защищал проект застройки в Кадашах, что не мешало проекту застройки в Кадашах измениться и надеюсь, он будет меняться и впредь, и в лучшую сторону. В данном случае Юрий Михайлович воздействовал своим вкусом. Проснулась общественность. А о вкусах не спорят все-таки, давайте не будем, действительно. Ну, проснулась общественность, зазвучали мнения специалистов. На одной стороне вкус мэра, на другой стороне мнения специалистов, и я надеюсь, что свое слово скажет и ЮНЕСКО. После этого уже трудно будет не изменить этот проект. После того, что скажет ЮНЕСКО? Я все-таки как петербуржинга продолжаю настраивать, чтобы ЮНЕСКО не говорило по поводу охтоцентра. Но пока что ЮНЕСКО все-таки привело нас к тому, что башня пока не строится, поэтому еще мы... В общем, да, мы будем ждать, что будет с этим проектом. С нами была Наталья Самоер, спасибо, и мы переходим к следующим новостям. ДОЖД СМОТРИТЕ В БАЗОВОМ ПАКЕТЕ НТВ ПЛЮС СМОТРИТЕ В БАЗОВОМ ПАКЕТЕ НТВ ПЛЮС